всем привет меня как-то попросили сделать аноморфный блик но это одна из не совсем очень легких тем так скажем да но и и любит применять те кто допустим из-за планеты там появляется лучик света допустим солнце да и вот как раз таки аноморфный блик он как раз таки создает такую искусную картиночку красиво вроде как легко но на самом деле очень сложно все это будем делать через не агару систем выберем так кредит empty то есть пустую по сути давайте назовем здесь у нас ничего нету самом начале настройку сделаем систем стоит поставим состояние частиц у нас он это у нас повторение цикла да то есть мы ее сменяем на с бесконечного на один раз в общем далее давайте создадим здесь эмиттер так эмиттер тоже создаем пустой эмиттер пока выставим вот так так самом начале тоже мы в properties будем настраивать не на процессоре а на видеокарте то есть sim tangent мы поставим gpu иначе просчета будет скорее всего слишком 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 сложный для этого всего так далее эмиттер апдейт прописываем сюда спаван дарст тэйус это в общем что-то как мгновенный взрыв получается да здесь мы настроить по сути ничего не будем менять все галочка стоит это уже отлично так партикал сайт партикова стоит здесь у нас галочка да мы ее убираем то есть убивать частицы по сути мы убрали так давайте также в настройках основных здесь сделаем local space потому что у нас это будет в нашем пространстве так скажем локальном и начнем со спрайт рендера это как раз таки та вещь которую мы будем справить точнее это создавать давайте вот так вот сделаем немножко все это сдвинем чтобы одновременно наблюдать за тем состоянием что у нас будет получаться так сюда кидаем на карт скрываю все ненужные части в общем у нас получается вот такая вот штучка так чуть-чуть еще сдвинем чтобы настройки были видны и это тоже нам тоже пригодится так далее мы переходим к нашему дефолтному материалу который мы будем сейчас изменять так этот дефолтный материал чтобы мы не меняли настройки уже вшиты так скажем движок мы делаем дубликейт и потом этот дубликейт мы перекинем в нашу папочку где создавался как раз таки не гора митр это у нас она морфы ну да все сюда стороны мы прикроем все материал наш как говорится пришел так здесь мы сильно не будем закрывать нам особо не нужно так переименуем д материал один пусть будет также сразу сделаем дубликат он нам тоже пригодится д материал 2 так в первом материале заходим него это мы пока свернем первом материале мы отключим вот эту часть нашей сферы и уже будем настраивать на самом материале мы включаем галочку дизейбл дэв тест ну и далее сейчас уже закинем необходим нам текстуру так текстуру я уже подготовил нашел в интернете скриншотик просто сделал его и немного отредактировал на черном фоне создается белый так скажем изображение в данном случае это у нас так что то он у нас ругается все закинул он там ругался с названием файла похожим все это мы сохраним так вот наша текстура давайте ее закинем материал материальчик мы примерно настроим как необходимо или даже принципе просто подключим его на мультиплай сейчас проверим да вроде бы должна все корректно работать так сохраним первый материал мы по сути да можем закрыть уже он нам не нужен далее мы будем уже со вторым работать так снова открываем наш эмиттера и будем создавать такую штуку как экклюзия это по сути слово не переводится экклюзия но это такая вещь когда если что-то преграждает путь она не видна ну или что-то в общем подобное такая я если интересно загрузить загуглите что это так партикал апдейт здесь мы найдем такую штуку как new scratchpad модуль это у нас типа блокнотика где мы будем как раз таки некоторые вещи менять чтобы этот у нас не пропадал такая тут чуть поменьше сейчас можно здесь мы как раз таки будем добавлять наш экклюзию экклюзия query мы ее добавили далее сюда же мы должны добавить продолжение по данной ветке данная ветка у нас уже отвечает по запросу коэффициента экклюзии она сейчас будет обращаться к графическому процессору как раз таки куда мы поставили да так и теперь нам нужно создать позицию в данном случае это здесь мы наберем позиция так давайте партикл позиция или же камон давайте лучше вот выберем камону джан оммер позиция отключим ее сюда возможно это поменяем если что-то неправильно потому что здесь сложно разобраться в этих структурах и также мы должны применить новые значения это у нас будет параметра флот переименуем это у нас будет оключен сайс будет короткое наименование далее мы ее подключим диаметр world вот сюда и далее здесь мы все закончили по сути нам нужно нам так скажем выходной параметр здесь мы тоже подключаем флот просто флот чуть-чуть сдвинем название мы переведем как visibility чтобы мы могли контролировать видимость данного значения и фрактал visible фракшн мы подключим как раз таки сюда давайте вокал мы переключим на артикл чтобы мы могли его контролировать как раз таки блокнот мы можем давайте сохраним и загрузим наш эмиттер снова блокнот можно закрыть можно не закрывать принципе здесь уже не можно так на инициал инициал партикл да то есть инициализация нашего партикла мы как раз таки выставим значение которая будет так скажем инициализировать частицу да то есть мы убираем наш color мод с незаданного на какое-то значение если мы покрутим как видите да сейчас вот она меняет цвет здесь мы будем задавать цвет как раз таки нашей частицы данном случае она пока круглая так выставим но давайте в районе такого светлого синего наверно будет сам это и далее мы должны создать наш атрибут как раз таки color партикл атрибут вот он артикл кавер атрибут и мы его поставим на наш апдейт значение да вот сюда прям перетаскиваем здесь у нас будет как раз таки свет определенный который мы сейчас будем настраивать нам нужен линейный цвет так мы и набираем нажимаем вот на эту стрелочку мультиплая вольным кава далее на строчках скил фактор мы будем настраивать так скажем векторные значения вектор форум керф или же мейк вектор 4 лучше давайте поставим будет корректнее правильнее потому что далее нам необходимо а настройки делать и и нашу прозрачность в данном случае xyz и white этого прозрачность значение фонт мы должны поставить нашу пози наш как раз таки визибилити которым мы создали так вон от найти еще это у нас велосити так давайте скампайл сделаем может быть она потерялась так окей найти не получается почему давайте блокнотик все корректно particles он должен быть как раз таки и здесь давайте я посмотрю где ошибся и чуть-чуть пролож сожалению я забыл включить вот эти два параметра во первых это у нас образованное кольцо так скажем до значение float и количество колец пока поставим 10 но там уже принципе можете попробовать поэкспериментировать по своим значениям да и забыл нажать кнопочкой play все соответственно наш визибилити уже появился так как он параметра так и теперь и он но он не сохранился и ставим визибилити на добавлю так этот у нас улетел где он так он пропал но мы забыли еще и материал подключить наш d1 так обязательно его включим сразу далее мы выставляем значение здесь я забыл поставить тоже единица вот он уже появляется так вот такая вот штучка сейчас мы будем уже настраивать по цвету и так далее у меня закрашивался движок значение не сохранились теперь на кратч модуль да мы как раз таки наш размер экклюзия до которые мы устанавливали здесь необходимо подбирать смотрите если я сейчас поставлю сюда какой-нибудь play сектор да возьму допустим наш кубик да если вы смотрите 2 двигать его когда он закрывает данный объект он появляется в определенных значениях то есть чем здесь мы больше будем ставить тем своеобразнее он будет исчезать и немножко видите затухать то есть здесь уже поиграйте с этим значением на свое усмотрение так спрайт рендер мы установили все отлично давайте настроим размер это у нас инициализирует партикл здесь у нас есть такая штука как спрайт атрибут спрайт зайд получается сайс мод мы anset переключаем на юнифор и здесь выставляем необходимые значения пусть это будет 100 допустим да то есть так как чему у нас материал видимо не сохранился когда вылетала давайте еще раз поставим сейчас просто подбираете необходимый размер то есть если перекрывает он исчезает давайте вот так вот сделаем теперь нам необходимо так это у нас line color создать такой же параметр linear color давайте его назовем обычная вань кува так это у нас параметр будет как видите да я там выбирал когда нажимал и также еще создадим еще один это у нас будет вектор 2d с названием вайн сайс это у нас как раз таки по второму спрайт вектору сейчас я принципе вам покажу как это все так теперь мы запихиваем эти вот как раз таки созданы наши нами параметры сюда между инцелл сайс и партикул апдейт все вместе вот здесь они ставят ну и далее мы можем настроить это значение так я пока выставил красный да ну такой ближе красному цвет этой этого так скажем спрайта не меняется потому что это немного другой цвет давайте выставим в районе тысяч примерно по игреку значения я не знаю возьмем 100 так пока какая-то проблема и он некорректно отображает хотя должна получиться вторая штука но я не не создал 2 спрайт сейчас мы это давайте исправим спрайт рендера это вот вторая да и подадим наш второй материал сюда вот он появился но надо его еще поднастроить зайдем сам материал так это пока свернем здесь также мы включая галочку на дизейбл дэв тест ну и по сути здесь у нас ничего не меняется все также остается то есть мы оставляем этот так скажем круг сейф и полой пока он сохраняется так закрыли окраем флэйр теперь мы должны его тебя бинт бинтингс как раз таки установить за место кава наш партикул который мы создали вот предыдущий до воин кава и далее где так спрайт сайс бинтинг вот здесь спрайт сайс да мы должны заменить на вайн сайс как вы видите он появился такой большой красный вот сейчас просто нам необходимо отрегулировать все эти значения так ну наверное еще 800 пусть так и останется значение по высоте 50 слишком большое 20 то есть все зависит от того насколько вам необходимо это все так у нас не пропадает линия сейчас посмотрим где я что потерял она должна тоже также пропадать как и получается наша звездочка так красная мы заменим на синюю смотрите чем мы ближе к белому она становится не прозрачен такой да чуть чуть ниже буду опускать к черному до темнее делать оттенок она будет прозрачнее вот она такая прям легкая эта нотка такая получается так окей мы можем побаловаться увеличить значение звездочки и так далее там как необходимо так и далее нам необходимо конечно настроить еще получается сюда значение line cover давайте выставим вот сюда как раз таки которым мы создали и мы должны скопировать вот это все все вот эти настроечки просто берем делаем копия на куаин кавар и здесь мы делаем пейсс так почему он стоял сюда нам так да вот на это надо было на синий нажимать чему-то он некорректно отрабатывает все теперь у нас пропадает также и линия но здесь мы еще должны немножко поменять значение заместо cover здесь мы должны wine color поставить потому что это цвет нашей линии и все окружен как раз таки работает то есть по сути да она находится за предметом то есть если допустим это штука так это можно принципе закрыть и все это вот все что мы должны были настроить то есть этот такая скажу цветная штучка появляется когда мы выставляем представим что это планета земля или что-то подобное и какой-то синематик такой который показывает что из-за нее там солнышко какое-то начинает светить но здесь по коррекции необходимо настраивать вот эти показ как раз когда переход происходит я вам там принципе показывал но если вам необходимо чтобы допустим на солнце такая штука появлялась весь нужно куча нюансов дорабатывать кроме основных получается основных lens флэеров я наверное уменьшил настройки до кроме вот этих основных венс флэеров можно сделать чтобы появлялся именно вот этот надо вычислять примерный угол и куда именно его устанавливать вот этот сам в фикс эффект вот такой вот вот такая вот штучка да здесь нюанс будет глобальный конечно я это к сожалению не смогу вам помочь надеюсь я вам показал основу и вы уже решите как это все применить а на этом все до скорой встречи пока 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 она